Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Аля с Густа Крови. Мы дошли до восьмого аята. Инна Илля Раббикар Руджа Поистине к Твоему Господу Возвращение. Инна это харфу Тавкидин у Насбин. Частица усиления и наспа Твоя ставит свой Исм в состоянии насп, а также свой хабр в состоянии рафиминительным падежом. Танцебул Исму Тарфа Аль-Хабаром. Мы обнив на фатфе с неизменяемым окончанием с фатфы на конце. Илля Раббик Илля это харфу Джарм Прилог Родительного Падежа. Мы обнив на суконе с неизменяемым окончанием с суконом на конце. У Рабби это Исму Маджрурум Билла. Имя поставлено харфом Илля с состоянии Джарма Родительного Падежа. У Аля Мату Джарей признак падежа Джар в этом имени. Аль-Касрата Захирату Аля Ахили Хьяуна и Касра на его конце. У Рабби это Мудаф. Имя Рабби является Мудафом первой частью зафетной связки. Аль-Кафи это Дамир Муттасана слитное местомение. Мы обнив на фатфе с неизменяемым окончанием с фатфы на конце. В Махале Джарин Бил Мудаф на месте падежа Джар Родительного Паджа. Мудафан Илля Илля Рабби является второй частью зафетной связки для слова для имени Рабб. У Аль-Джар У Аль-Маджрура Харфу Джар Илля и поставлено им состояние Джар имя Рабб. Все это состоит в смысловой связке с удаленным подразумеваемым сказуемым. То есть Бель Хабар Ил-Мукаддами со сказуемым поставлен перед Исмом Инна, частицей Инна, именем Инна. То есть Инна Илля Рабб, например, Ка-Инуни Руджа. Например, для Лёгкс говорят. Мутталликун бимахадуфин состоит в смысловой связке с удаленным амином, фактором. Праджар Маджрура говорит, что он является Хабар Илна Аль-Мукаддам, что Илля Рабб это Хабар частицы Инна, поставленный перед ее Исмом. Аль-Руджа это Исму Инна Аль-Муахар, имя, имя частицы Инна, поставленное после ее Хабара. Изначальный порядок построения это Инна Руджа Илля Раббика. Аль-Руджа Мансубан Би Инна, поставлены частицы Инна в состояние Извинительной поддержки. У Алямата Аль-Муахар признак поддержки нас в этом имени. Аль-Фатхата Аль-Мукаддара Аля Ахриха. Скрытая над его окончанием огласовка. Ман Амин Злухури Хаттавдару. Проявиться поддержкой огласовки здесь помечала невозможность дать огласовку Буке Альф. То что Альф не принимает никакую огласовку. Дальше мы говорим, что Уа Инна Ма Асмиха Вахабариха. Частица Инна вместе со своим Исмом и Ухавром. Все это Джумна Тунисми. Это именное предложение. Истина Афит или Мустана Фатун. Возобновляемое новое предложение. Ла Махалла Ла Хаминал Ирраби не имеет места в падеже. Следующий аят это Ар-Айта Лиды Янха. Видели того, кто запрещает, то есть препятствует. Что-то думаешь о нем, то есть что-то о нем скажешь. То есть Ахберни, расскажи мне. Или Ижаб, удивись. Ар-Айта. Хамза это у нас Лили Стифхамид Та'аджубия. Хамза это вопросительная частица в основе, но использована здесь в целью вызвать удивление собеседника, услышающего. Харфин Мабни Аля Сукони. Хамза это частица с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Ра это фи'улин маадан, глагол прощающего времени. Мабни Аля Сукони с неизменяемым окончанием, с суконом на конце. Почему? Литтесалих би Дамир Раф Аль Мутхарик так как он соединен с огласованным местоменем падежа Раф Аминиттюну падежа. Аттау это у нас Дамир Муттесалин слитное местомене. Мабни Аля Фатхин с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Фи Махалли Раф Аль Месипаджа Раф Аминиттюну падежа. Фа'улин фа'ль фа'ль действующее лицо глагола Раа. Валь фи'улин маа фа'ли глагола Раа со своим фа'лим действующим лицом. Атта все это джумлетун фи'алитун, глагольное предложение. Истинна фи, это у нас обновленное новое предложение. Или можно сказать иптедай, это новое предложение, начальное предложение. Ла махалли лахаминал Ирраби не имеет места в падеже. Аллаху а'алим. Продолжим, чая Аллах, на следующем уроке.